Всем привет! Сегодня я расскажу о тех книгах, которые должны выйти в январе-феврале 2018 года. И в частности о тех книгах, которые, на мой взгляд, нельзя не прочитать. Поэтому внимательно слушайте, смотрите видео до конца и записывайте. МОД. Откровенная история одной семьи Доны Мабри. Дона Мабри никогда не была связана с миром литературы. На жизнь она зарабатывала шитьем и продажей косметики. А на старости лет решила написать книгу о своей бабушке. Кстати, поначалу книгу не получила поддержки издательств. И тогда Дона опубликовала ее самостоятельно в интернет-магазине. А спустя всего неделю история разлетелась по сети и обогнала по продажам даже самые раскрученные и пропиаренные книги. Продано было более миллиона экземпляров. И книга стала самой обсуждаемой книгой в американских книжных клубах. МОД. Откровенная история одной семьи – это реальная история, рассказанная автором о жизни ее бабушки МОД. О девочке, которую не любила родная мать, но которая очень сильно любила своего первого мужа. О девочке, старшей женщине, которой пришлось выйти замуж второй раз и презирать своего второго мужа всю жизнь. О том, как она одного за одним теряла своих детей. Одним словом, правдивая история одной семьи. Вордкрофт. Летопись-энциклопедия Вордкрофт – это первая полная книга-энциклопедия, ставшая бестселлером. Это настоящая летопись одноименной игры, где можно найти ответы на все вопросы игроков, прочитать легенды древних империй, узнать, как зарождались светлые темные силы и неизвестные предания о злодеях и героях. Кроме того, энциклопедия наполнена изумительными иллюстрациями Питера Ли и подробными картами озарота художника Джосефа Лакруа. У энциклопедии есть и продолжение ее вторая часть, которая погрузит читателей в мир Вордкрафта с головой. Газетчик Александра Молчанова Александр Молчанов – известный в России сценарист, автор множества остросюжетных и детективных сериалов. В новом году Александр представит свой книжный цикл, написанный в жанре русский нуар. Действие книги «Газетчик» происходит в 1996 году, когда журналист областной газеты приезжает в один из северных поселков, чтобы написать статью об исчезновении школьницы. Но обычное редакционное задание неожиданно превращается для главного героя в настоящий кошмар. «Я слышал, ты красишь дома» – исповедь киллера «Мафии ирландца» от автора Чарльза Бранта. Предсмертная книга-исповедь штатного киллера одного из мафиозных семей, которые, слушая за таях дыхания, даже опытные агенты ПБР. Действие книги перенесет читателя в 50-е годы. А как всем известно, это годы Великой Депрессии в Америке. Годы, когда мир был слишком хрупким, чтобы в нем не случались перемены. А кроме того, аннотация книги обещает нам ответы на такие вопросы, как «Кто и почему убил Джона Кеннеди?», «Кто был прототипом крестного отца» в фильме и «Что заставило ирландца исповедоваться?» «Как я стал знаменитым, худым, богатым, счастливым собой» от автора Эрика Вейнера. Это книга известного журналиста и исследователя, своего рода дневник путешествий по Индии, Америке, Катару, Исландии, Швейцарии, где реальные истории переплетаются с юмором, наукой, рассуждениями и психологией. В книге автор стремится ответить на вопрос «Где же живет счастье?» и предлагает нам свой счастливый маршрут для поездок по этим странам. История, написанная в соавторстве двух известных мастеров своего жанра Ричарда Чизмари, американского писателя-мастера хоррора, и американского писателя Стивена Кинга, мастера ужасов, мистики, фантастики, драмы и фэнтези. Гвенди и ее шкатулка. История об обычной школьнице, которая однажды взяла шкатулку необычного незнакомца. И очень интересно, как же два мастера закрутили эту простую историю. А еще интереснее, чем все это закончится. За гранью сказки Криса Колфера. Это четвертая история серии «Страна сказок Криса Колфера», где, как и в предыдущих трех, нас ждут приключения близнецов Алекса Коннора. Страна сказок снова в опасности. На этот раз главный злодей – загадочный человек в маске. Следуя за ним, ребята побывают в стране Ост, стране чудес, Нитландии и других фантастических мирах. Близнецам придется преодолеть много трудностей, выпутаться из разных передряг и, главное, поймать злодея. И все это за пределами такого знакомого и любимого сказочного мира. Майкл Джордан, его воздушество, Рональд Лазенби. Надо ли говорить о том, кто такой Майкл Джордан? Мое мнение – нет. Его знают даже те, кто не интересуется спортом, в частности, баскетболом. Его воздушество – это книги о человеке и спортсмене с большой буквы. О том, как обычный мальчик стал иконой спорта. Он выходил на площадку только побеждать и побеждал. И всегда играл честно. Настоящий игровый джентльмен. Автор досконально изучил культ Майкла Джордана и написал его невероятную историю восхождения. «Одно целое» Сара Кроссан. Историю двух девочек Гресси Типпи. Всю жизнь они мечтают быть обычными девочками, жить как все. Но это невозможно. Ведь они одно целое. Они сианские близнецы. И вот однажды судьба дает им шанс все изменить и разделиться. Девочки хватаются за шанс осуществить свою мечту. Но природа не просто так их соединила. Теперь им предстоит столкнуться с новыми препятствиями и ответить за свое смелое решение. Фиг Дэвида Балдачи. Главный герой Анаст Деккер в прошлом футболист. Он был вынужден бросить футбол из-за жуткой травмы головы. Но не все так просто. Теперь он обладает абсолютной памятью и помнит все мельчайшие детали, всего, что когда-либо видел и слышал. Новая суперспособность пригодилась ему на службы ФБР, где он вместе со своей командой раскрывает сложные запутанные висяки. Но однажды он становится свидетелем двойного убийства, за раскрытие которого незамедлительно и берется со своей командой. Вот такой список первых книжных новинок 2018 года у меня получился. Обязательно пишите в комментариях под видео, какие книги вы отметили для себя. И кроме того, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе, когда выходят новые видео. И обязательно переходите по ссылочке на мой новый книжный канал в Телеграм. Будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.